Я предполагаю, что вот эту штуку можно очень вкусно набрать. Сейчас мы это попробуем. Вот так в притирочку, с малым количеством вещества наберем вот этот бугор, вот с этой дряблостью набора, может быть даже более крупной кистью, то есть не как мы обычно мастихиного действуем, а действуем вот в такую притирку, не наполняя густотой краски, вот что-то вот такое. Еле-еле. Хорошо? От линии середины вниз, с большим количеством ультрамаринчика, тоже еле-еле вещество. Вот такая продресь укладки. Чуть смуглее в отражении. Итак, ультрамарин желтый-коричневый. Такой йодистый цвет. нарочитое висячкое отражение. Немножечко не висячи здесь для того, чтобы была между ними разница. Согласен? И очень малое количество вещества. Ой, такое прямо какое-то. Предчувствую наслаждение письма. Вот оно. Еле-еле. А мы засняли, начинали, да? Итак, мы картиночку, чтобы писать, наполнили вот этим средним цветом. Это был голубой-коричневый, разбеленный очень. Наполнили жидко. А потом фигушкой тряпки распределили вещество. Это вот хорошая подкладка для такая почти акварельность. И теперь в эту малая тряпка оставила на холсте очень небольшое количество краски. И в это небольшое количество мы сейчас вгоняем вещество. Вот эти места, прежде чем мы их наполним содержанием, сначала мастихинчиком подрежем. Нам все время нужно вот это малое количество вещества, почти акварельное звучание. Хорошо? Давай. Поскольку масса зелени здесь мощная, тоже ее по вот этой технологии набираем. Количество краски небольшое. Дырочки, которые там и есть, которые нам очень будут нужны, потом вложим чуть густой краской. Вот так потихонечку мушистость наберешь. А маленькой кистью потом выйдешь на края и сделаешь вот эти настроения. Ага. Не густо, а вот так. Вот так. И отдельные какие-то шишечки. В том числе. Давай. Берешь. Эти пока не трогай, потому что сделаешь фигушку из тряпки. Возьмешь разбил, возьмешь красноту и разбилом красноты занесешь сюда вот этот цвете. Сначала с краснотой зайдешь, потом легенькую-легенькую. Здесь лучше часть неба оставить голубым, а часть вот такое будет. Вот такое. Тряпка даст вот этот туманный характер. И потом немножко желтоты для вот этого места. Ну вот прямо вот такую сферу сделай. Свет отсюда вываливается, поэтому вот такую сферу. Ну еще стоит набор осуществлять здесь. Увеличить, может быть, чуть увеличить, чтобы уход в перспективу был более ясен. Потом где-то, может быть, создать бугорок, как некие проявления холма. Создать подсиненное, чуть-чуть подсиненное создать, как некий уход. Пальцем сработать в отражении вот так до мутного состояния. Чиркнуть идею водораздела. Здесь тоже несколько соединить. Вот туда подогнать красочку. Довести до вот такого состояния. И чуть смуглее, чем вдали, чем вот то дальнее. Может быть, этот мысик даже показать нарочито смуглым. Как бы так вот закончилось мысиком. Чуть смуглее в отражении. Чуть смуглее в отражении. Вот это челочка вертикали. Вот это челочка вертикали. Такой приплюснутой. Такой приплюснутой. Чуть смуглее в отражении. Согласен, да? Угу. И тоже челочка. Отражение на краях. Несколько моделировательно. И здесь уже появляются какие-то различимые. Даже если там не появляются, появить некие различимые проявления зелени. В это отцарапанное место деликатной кистью загоним вещество. И тоже сочность вот эта, да? Практически желто-оранжевое звучание пятна. Чуть дальше с разбелом. Уже более седой цвет. Этот же. Таящий характер. Здесь, может быть, даже деревья совсем касаются воды. И прячется эта дорожка. Легкие проявления стволов. Здесь на передничке вот этой сочности нарастить. Согласен? Да. Вот как бы, может быть, даже очень, но прикольно же. Может быть, потом мы ее сединой разбело дотрогаем. И она уже не будет такая ядовито-сочная. Но все равно, да? Какое место, насколько оно здесь. Вот эту плотность донаполнить, донаполнить. Можно и бирюзовый взять для зелености. И желтый. И потом и с краснотой. Для оранжевых. Выдвинуть стоит. Теперь, когда уже более-менее все ясно композиционно. Стоит выдвинуть. Темнотой донаполнить. Потом дырки будем делать вкраплениями снаружи. Стволы набрать вот по такой схеме. Пока просто вертикали ткнуть. Потом посмотрим, кто из них станет стволом в итоге. Пока насадить вертикали. Хорошо? На эту практически глистую. То есть они там будут еле видны. Хорошо? Вот эту темноту. Добрать. Ты видишь, я на одной стороне кисти беру сейчас темную, на другой светлой. И ты тоже так. Сюда прямо с краснотой можно зайти. Можно не рассматривать как финишная, а еще поковыряться с ним. Так что... Хороший цвет неба. Очень хороший. Потому что там много этого. Здесь классно. Здесь основа вот это цветовое звучание. А то сбивает с толку. Вот пусть он вот такой скромной полосой там сидит. Ну как бы здесь тепло-холодность на вот этих и голубом. Угу. Действительно так акварельненько. У этих дырочек другое направление. У этих дырочек направление... Значит, берешь сининочку. Разбеливаешь. Делаешь кисть лопаткой. И дырочки будут смотреть не по горизонтали, а по вертикали. Вот такими брикетиками. Согласен? Не вот этот брикетик. И как бы бусинки. Как бы бусинки. Но прежде чем они появятся, все-таки нужно донарастить вот эту массу. Донарастить, выйти, 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 выйти. Вот с этим провисанием, провисанием. Хорошо? Еще выйти. Мы не до вышли еще. И натемнить, натемнить, натемнить. Желуд нет вещества, а там как раз самое вещество. Самое вещество вот здесь. Прямо насадить его. Чтоб оно игрой фактуры создало мерцательное. Поехали. 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 Резай нет. Угу. Угу. Мгм. Глуховатую темноту тоже задействовать, может быть, даже чуть-чуть вот такое звучание. Не знаю, выходы это камни или что-то другое. Вот под самые березые выходы может быть вот так густо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Я вижу, даже тряпкой немножко выцегонил еще краску из кисти. Выцегонил. И вот прямо остаточками. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В центре, там где темно, начинаем с густой красочки. Прямо побиваем лежачей кистью. А потом начинаем остатками выходить на края. И смотри, вот такой, вот такая, запятая, запятая укладки. Вот такая. Ну, давай. Ну, простоватые эти пятна. Все-таки это нужно делать рваной, рваной укладкой. Ты согласен, да? Ну, так. Что, она не хочет получиться? Не получился. Смотри, я буквально пяткой кисти. Пяткой. Вот этим местом. Не кончиком, а пяткой. Получается вот это состояние. А, ну, покажи, как ты будешь. Да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пяткой, больше пяткой, прям пяткой. Ага. Хорошо, хорошо. Перек. Сейчас, подойди. Ты решил красный вложить. Хорошее дело. Очень хорошее. Да, да, да. Сейчас я коричневый с красным нагнетаю. Теперь голубой розовый нагнетаю. Ого, хорошо с красным. И здесь тогда тоже усадишь. Ну, и голубой с розовым, и этот. Здесь тогда тоже. Ага, там еще есть, что положить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, там у нас заканчивается. Вот эта местность. Поэтому, где она закончилась, будут очень выразительные стволы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует...